В становящейся уже регулярной рубрике «Клоун недели» или «Клоун двух недели» очень была высокая конкуренция последние две недели. Претендовали все — Владимир Путин, Дмитрий Песков, Белоусов, кто только не, солдаты, Z-военкоры и многие другие, которые врали на прополу с 6 августа, рассказывая, даже вспомните Герасиму, который говорил 7-го, по-моему, августа, что все, прорыв у Сула остановлен. Остановлен, проверяй. Но есть один человек, который достойно берет флаг у Артемия Лебедева. Этот человек — бесспорный лидер Апти Аладдинов. Самый лживый, самый смешной, самый нелепый «Клоун» в российской армии. Человек, который командует Ахматом, который командует кадыровцами. Человек, который постоянно противоречит сам себе и рассказывает настолько дебильные небылицы, что это просто уморительно. Поговорим, конечно, не только об Апти Аладдинове, но об Ахмате в целом. Как эти люди прятались за спинами срочников. Как они бежали со скоростью звука с поля боя, когда только вдалеке завидели украинскую армию. И кого они взяли в плен? Спойлер. Они взяли в плен российского срочника, который рассказывал, что они стояли за спинами срочников. Но Апти настолько уникальный человек, что вот буквально перед записью этого видео он рассказывал, что украинские военные не контролируют суджи. Вы скажете, ну рассказывал и рассказывал, что мало что ли этих врунов в Минобороны и вот в российском заедпространстве. Так-то да. Но он это сделал ровно в момент, когда украинское телевидение показало кадры из самой суджи, где украинская журналистка. Прям там находится. Украинские военные на самом деле не в первый раз вытаскивали российский флаг из местных зданий. Ну то есть типа из флагштоков. На самом деле они это сделали чуть раньше. Я не знаю, когда записано видео. Я знаю, что такой, так сказать, ритуал был сделан на третий примерно день, когда украинцы зашли в Курскую область. Но тем не менее. То есть все. Там уже журналисты. Там уже как бы не летают российские дроны. Ничего нет. Нет, Абтял Удинов именно в этот момент решает сказать, что ВСУ не контролирует сужу. Это очень забавно. Впрочем, ну поначалу он вообще рассказывал, что когда этот прорыв только начинался, что вообще переживать не стоит, а надо взять попкорн и спокойненько наблюдать, как российская армия не даст прорваться ВСУ и как она будет ВСУ громить. Все успокаиваемся. Берем попкорн и спокойно наблюдаем за тем, как наши уничтожают противника. Так что, друзья, Ахмат силы, Россия, мощь, Бог един, Аллаху, Акварь. Это Абтял Удинов, дамы и господа, один из самых трусливых и лживых российских военных. Попкорн он предложил поесть 6 августа. Именно тогда ВСУ зашли на российскую территорию и началось курское наступление украинской армии. Многие военкоры и обычные граждане рассказали, что подразделения Ахмат трусливо бежали со своих позиций, оставив срочников без поддержки. Именно для ответа им Абти записал это видео, ну, где предлагал поесть попкорна, с которого началась целая серия нелепых оправданий «свадебного генерала», в кавычках. Критикующих бегущий Ахмат зэдблогеров Абти назвал «петушками и ЛГБТшниками». Некоторые петушки, ЛГБТшники, начинают там разгонять ситуацию, типа «Ахмат ретировался». Вот на радость тем, кто к нам относится хорошо, и вот для того, чтобы расстроить этих петушков, хочу сообщить. Там, где есть Ахмат, он стоит, и, как говорится, враг не прошел. Вот там, где его нету, Ахмат не может находиться на участке в 400 километров границей Российской Федерации. Так что попрошу не разгонять, значит, детский сад. Если это пишут жители Российской Федерации, ну, вы же больше герои. Соберитесь, дружно пойдите и встаньте там, как раз, где Ахмата не хватает. Вот вы будьте этими мужчинами, героями, которые не ретируются, а будут воевать. А так, для того, чтобы иметь общее представление, ничего критического не происходит. Чем же так разозлили позитивного Абти, считающего, что никакого прорыва нет военблогеры? Вот что писал тогда военкор Котинок. В реальности, как и два года назад, пишет он, на участках Курского направления границу держат пограничники. Там же территориальные подразделения терроборона из местных по прикрытию границы. За весь день сводок, боевых действий я не встретил упоминаний о тикток-войсках. Неделю назад Ахмат в Сужни исполнял лесгинку, стреляя в воздух. Где сейчас эти люди? Лично мне неизвестно. Воюют те, о ком я сказал, они же и попадают в плен. Оружие у сил прикрытия границы только стрелковые. Тяжелым вооружением они не располагают. Держать оборону таким оружием в условиях действия противника, владеющего инициативой при поддержке артиллерии и бронетехники, сложно, пишет военкор Котинок. Вот за канал Мы Русские Нам Пох пишет. Как-то недавно заставили извиняться какого-то военкора за то, что он сказал, что Ахмат стоит за спинами срочников. Вот сейчас в Курской в плен к украинцам попадают срочники. Ахмат не хочет ни перед кем извиниться. Задаются они вопросом. Я напомню, тогда военкор Романов, когда записывал видео про Белгородскую область, рассказывал, что Ахмат не принимает участия в боях, более того, стоит за спинами срочников. Через день появилось видео, где Романов в расположении, ну в блиндажах, судя по всему, Ахмата извиняется за сказанное. Поэтому Ахмат предпочитает заниматься тем, что просто кошмарит тех, кто про него плохо говорит, но только с российской стороны. Потому что, ну, не получится кошмарить украинскую сторону, так как там дадут пиздюлей. Алекс Паркер тогда писал. А теперь вспоминаем недавнее заявление военкора Романова, где он озвучил информацию, что цирк Ахмат прячется на границе за спинами срочников. А теперь в результате прорыва украинцев в Курскую область в плен и попали эти самые срочники. Напомню, что чеченцы тогда заставили Романова извиниться и взять свои слова обратно. Но вот какая интересная ситуация. В плен сейчас попали как раз срочники, а не представители этого самого цирка Ахмат. Можно сделать вывод, что Романов все-таки говорил правду, и так у них всегда, пишет Алекс Паркер. Когда стало понятно, что ситуация ухудшается, а Ахмата все не видно, Апти записал еще один ролик. Самый на свете смешной. Просто, ну, я не знаю. Я много смотрю юмористического контента, чтобы иногда отвлекаться, но настолько смешного ролика я не видел давно. В этом ролике он решил объяснить, почему же в боях видно только срочников и другие подразделения, а Ахмата и след простыл. Давайте узнаем. Знаете, что интересно? Все ребята, которые наши подразделения, Ахмат и другое, которые здесь находились на границе, вот что интересно, они все до сих пор находятся на своих позициях. Противник, получается, разнес два мапа, вот, прошел. В начале прошел уже без, как говорится, мапов через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было, вот, прошел там. Потом техникой, как говорится, уже напрямую подскочил, подъехал танками, как говорится, раздолбал все эти мапы и прошел, получается, эти участки. Понимаете, хитрые украинцы? Он там стоял, что его якобы обошли. В подземном бункере, может, стоял. Удивляются, с этого и Z-блогеры. Подлет пишет. Украинские военные прошли мимо опорных пунктов Ахмата на границе с Курской областью, рассказал в своем телеграм-канале командир чеченского спецподразделения Апти Алудинов. Какой хитрый украинец пошел, а должен был, видимо, прийти сразу на КПП Ахмата и предъявить документы. После этого в Курскую область поехало интернациональное отделение Ахмата, которое известно как АИД. Они, конечно, тоже постоянно врут, выдавая чужие кадры боев за свои, но они хотя бы реально сражаются. А что делали подразделения, которыми командовал Апти во время наступления в СУ, остается загадкой. Ну, как загадкой? На самом деле, об этом рассказывают пленные срочники. Но здесь я хочу, чтобы вы поняли примерную структуру. Есть интернациональное подразделение Ахмата. Там не воюют чеченцы, там не воюют кадыровцы. Там воюют просто добровольцы, которые прошли через Чеченский институт спецназа. Ну, или по-разному они из других могут. Например, часть ЧПКшников тоже пошла в этот самый АИД, например. А Ахмат, который Ахмат, который прям кадыровский Ахмат, это вот как раз те, что драпали с невероятной скоростью. Поэтому, когда Апти или Зет Вейнкоры пытаются сделать вид, что вот того Ахмата не существует, который Аптишный на самом деле, они сильно лукавят. Ну, собственно, этот же трюк пытается потом проделать и Апти Алудинов, рассказывая, что тот Ахмат, который, значит, чеченский, это вообще и не Ахмат вовсе. Это что-то прикол какой-то, не знаю. Ну, судя по всему, это действительно прикол, потому что, как выяснилось, эти чеченские кадыровские Ахматовцы, они занимались ничем иным, кроме как просто развлекались и кошмарили российских срочников. Об этом рассказывают эти срочники в большом количестве. Вот, например, один из рассказов. Или вот рассказ о деятельности Ахмата. Было два случая встречи с Ахматом. Ну, первые даже встречи трудно назвать. Они просто ехали мимо лесополосы из Гуева в Суджу и решили в лесополку пострелять. Нахуя там вообще? Ну, не было ничего, никаких предпосылок, чтобы они постреляли в лесополку. Там, ну, у нас наряды были тяжелые. Пришлось подрываться там, я не знаю, сколько час стоять по боевой готовности. Просто, ну, за нихуя. Командиру взвода было вообще максимально плохо. Не попытки восстановить связь, то есть как-нибудь связаться, что-нибудь сделать. Сделано не было. Ну, там, ну, и сам он не русский. Один из срочников объяснил, что Ахматову была дана установка не сдаваться, поэтому они сразу бегут заранее. Я, срочник, стоял на опорнике поселка Сверликово. На соседнем опорнике стоял Ахмат. При нашем окружении они сбежали, потому что, как я думаю, ребята говорят, то, что Кадыров сказал, чеченцы не сдаются и при любой угрозе они убегают, чтобы не попасть в плен. Вот из-за этого взяли в плен нас. Мы тут теперь. Те срочники, которых не взяли в плен, не поверите, их поймали сами кадыровцы. Один из них рассказывал, что бравое подразделение Ахмат не вступило в бой с ВСУ, прячась за спинами срочника. Естественно, Ахмат не смог такого стерпеть и заставил срочника извиниться. Еще раз, вдумайтесь в это. Идет наступление ВСУ на Курскую область. Куча срочников попала в плен. Страна в панике. Путин в истерике. Что делать? Ни хера не понятно. Что в этот момент делают бравые Ахматовцы? Правильно. Берут в плен российского срочника и заставляют извиняться. Давайте посмотрим, как это выглядит. Здравствуйте. Хотел объяснить ситуацию с Курском и про Ахмат. То, что я говорил, то, что Ахмат находится сейчас единственным со срочниками. Контрактников там не видно. Срочники жалуются на то, что они одни и им помогает только Ахмат. Несут потери, Ахмат им помогает. Я прошу прощения за непонимание друг друга. За то, что неправильно друг друга поняли в моих словах. В шоке опять же из этого канала. Алекс Паркер пишет. Чеченцы заставили извиниться русского срочника за то, что он сказал правду о том, что цирк Ахмат прячется за спинами срочников. Аптеаронович уже устал всем объяснять про то, как цирк Ахмат просто разминулся с украинцами. А тут такой удар в спину от русского фашиста. Увы, но сейчас ситуация при Пыпе, так он называет Путина, такова, что русские срочники либо попадают в плен, брошенные под танки в Курской области, либо в тылу просят прощения у чеченских трусов и дикарей. И не было никого, кто бы это опроверг. Вы спросите, почему он такой дерзкий, этот Алекс Паркер? Потому что, на самом деле, это анонимный ЗЭТ-канал человека, который ведет его из Канады. Ну, то есть, это ЗЭТник, который за русский мир, который за победу Путина, который за уничтожение Украины, но делает он это из Канады. К сожалению, пока не удалось установить его личность, но работаем над этим. ЖВЗ пишет. По всей этой ситуации с извинениями у меня только один вопрос. Кто выдал бойца в СРФ проходящую срочную службу в районе боевых действий одному из подразделений Ахмат для записи извинений? Командир роты, командир полка и т.д. Кто эти люди? Находятся ли они на свободе или уже задержаны органами военного следствия? У нас боевые действия идут на территории России, а тут налицо грубейшее нарушение военного устава и законов России. Норин пишет. Если от каждого, кто говорит, что чеченцы прячутся за спинами срочников, требовать извиняться на камеру, то все будут точно знать, Ахмат не прячется за спинами срочников. Совершенно точно не прячется за спинами срочников бойца Ахмата. Это вот уже как минимум второй человек за последнюю пару месяцев, который сидит перед камерой и говорит, что нет, совершенно не прячутся ни за теми спинами доблестные бойцы Ахмата. Вот недавно был день ВДВ. Разве кто-то говорил, что десантники не прячутся за чьими-то спинами? Утверждал ли кто-то, что бурята из 5-й танковой не прячутся за спинами? Нет. Никто не говорил про них такого. Про астерерию и вовсе нельзя сказать, что она не прячется за чужими спинами. Расчеты Гаубиц вообще стараются не показываться на передовой, а уж расчеты ЗРК так и вообще стараются на несколько километров не приближаться. Зато Ахмат точно не прячется, особенно за спинами солдат срочной службы, иронизирует он. Ему добавляет и Рос Маров. Чеченский Ахмат, который не состоит из российских добровольцев, не приписывал себе чужие достижения по штурму Луганской области, делая фотки после всех штурмовых действий, как подразделения Росгвардии. Чеченский Ахмат не воздуханит о своей супертактикульной подготовке в институте спецназа, где, конечно, не ограничиваются стрелковой подготовкой полицейского спецназа, чей опыт слабо применим в условиях полномасштабной войны. Чеченский Ахмат не покидает позиции, когда видит серьезное противодействие слаженных армейских подразделений. Чеченский Ахмат не приукрашивает свои боевые способности как боевой единицы и часто скромничает. Чеченский Ахмат не заебал любого сочувствующего СВО наблюдателя своими регулярными абсерами в сети. Чеченский Ахмат не слаб, не слаб, повторяет он. Вообще, судя по данным изданий InformNapalm, которые прям активно... Слушайте, InformNapalm вообще зайки абсолютные. Всем рекомендую их телеграм-канал. Очень интересно. Они во время курской операции сделали вот что. Они начали следить за судьбами кадыровцев и выискивать их по всей Курской области. Я не шучу. Они прям собирали свидетельства местных. Те писали им, где кого видели. И, собственно, InformNapalm они натурально геолоцировали часть кадыровцев. И, я думаю, мы еще увидим результат этой деятельности. Так вот, судя по данным изданиям InformNapalm, кадыровцы являются главной угрозой для срочников. Этот канал общается со всеми, кто готов с ними общаться. И передает данные ВСУ. Вот что они рассказывают. Это сокращенная информация, которая стала доступна благодаря российскому срочнику по имени Антон. Он попросил пока не называть его настоящее имя и заблюрить лица его сослуживцев. Мы держим слово, поэтому учитываем пожелания человека, на руках которого нет крови украинцев, и благодаря которому удалось обнаружить и идентифицировать группу кадыровцев, скрывающихся на Курщине. Изначально мотивацией рядового Антона стало даже не желание сохранить собственную жизнь, а жажда отомстить кадыровцам за издевательства, которые он и его сослуживцы терпели от боевиков подразделения Ахмат-Россия, прибывших на Курщину в начале мая. По словам Антона, с начала мая до 6 августа кадыровцы периодически наведывались к ним в казарму, заставляли срочников выполнять действия сексуального характера и всячески издевались, избивали ногами и говорили, что они, цитата, «русские свиньи, которые должны сосать». Антон говорит, что чаще всего к ним в казарму приходил кадыровец по имени Заур из 1434 МСП, которого иногда называли байкером. Когда в Курскую область зашли украинские силы, Заур сбежал и скрылся в этом подлеске, где срочники видели его в последний раз 7 августа. Позже из подробного рассказа Антона удалось установить, что этот кадыровец – Чааров Заур Расулович, член байкерского клуба «Ночные волки». Он родился в Гудермесе и сейчас прописан в Чеченской республике, село Антимок, улица Центральная, дом 11. Благодаря Антону удалось обнаружить еще четырех сослуживцев Заура из состава 1434 МСП, которые скрывались в других локациях на Курщине. По скриптум. «Этническое насилие, пишет информенопалм, в российской армии довольно распространено, хоть эта тема и табуирована. Так, в декабре 2023 года получил резонанс открытое обращение письмо матери солдата, который подвергался сексуальному насилию со стороны кадыровцев в оккупированном Первомайске Луганской области. Как сказал нам Антон, он счастлив, что украинцы зашли на Курщину, иначе кадыровский ад для него и его сослуживцев продолжался бы еще долго, и он точно наложил бы на себя руки». Я понимаю, что это просто рассказ, просто история, но я помню, и это письмо матери, и я помню письма жен, собственно, солдат в самопровозглашенной ДНР, где они описывали то же самое, причем с большими подробностями. Поэтому я искренне полагаю, что эта практика имеет место. У меня нет видеозаписей, фотографий и даже свидетельских показаний, которые бы не были даны, что называется, в условиях неплена, но я очень часто встречаю упоминания об этом со ссылкой на российских солдат. Поэтому мне кажется, что для меня лично это звучит правдоподобно, хотя я понимаю, что источники информации вряд ли можно назвать на 100% надежными и верифицируемыми. Напомним, жителям Курщина пишет информ на Палмберг, Белгородщина и других приграничных регионов, которые стремятся к освобождению от расистов, а также российским срочникам и их матерям, изо всех регионов временно существующей РФ, которые оккупировала Кремлевская террористическая организация, вы можете написать нам в личные сообщения и передать данные, которые поспособствуют справедливой победе Украины. Только вместе с такой победой пройдет справедливый мир и защита от Кремлевского и Кадыровского террора. Я в этом смысле информ на Палмберг поддерживаю. Собственно, пожалуйста, переходите, подписывайтесь на их канал, классные ребята. Но, кстати, в итоге оказалось, что не все кадыровцы так быстро бегают, как про них говорят срочники. Часть из них попала-таки в плен, будучи нагнанными в ССУ. Проект «Хочу жить» опубликовал видео с пленными ахматовцами. И вот оно. Ты откуда? Грозный. А? Грозный? Грозный. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну, быстрее вспоминай. Что с памятой? Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. Ты? Грозный. Так же? Да. Та же история, понятно. Так, раз, два, три. Некоторые каналы пишут, что кофта на одном из кадыровцев весьма недешевая. Якобы она стоит 2300 долларов. Но я не спец по шмоткам, не могу тут ничего сказать. Но позже 225-й отдельный штурмовой батальон предоставил доказательство уничтожения или захвата ими очередной группы кадыровских боевиков из подразделения Ахмат в Курской области. Некоторые могли бросить документы и сбежать, но большинство, как они писали, было ликвидировано. Они сообщили, что операция по зачистке территории продолжается, и когда будет время и возможность выйти в сеть, обещали послать больше данных. Некоторые обратили мое внимание на то, что в левом углу удостоверение написано с опечаткой, но тем не менее позже командир Ахмата Аптиалуддинов, тот самый клоун, подтвердил подлинность и сказал, что действительно они находятся в плену. Поэтому да, в российских документах бывают опечатки. Командир Ахмата Аптиалуддинов сначала заявил, что ни один кадыровец не сдался в плен, когда появились эти документы. Противник делает очень много вбросов, воздающихся в плен бойцов подразделений спецназа Ахмат, бойцов Аида. Короче говоря, много всего, но самое интересное, это то, что ни один наш боец в плен не сдавался. Ребята бьются, как львы. Если это наш боец, зачем прятать его лицо? Покажите, назовите позывной, сделайте так, чтобы было стыдно командиру. И это была, ну как, привычная ложь. Но позже он все же признал, что пять представителей Ахмата попали в плен в неравном бою. При этом он уверяет, что массовой сдачи в плен не было. Я сказал в своем ролике, что ни один боец спецназа Ахмат не сдался в плен, потому что противник там активно готовит видеоролики, где рассказывают о том, что кадыровцы там, Ахматовцы, спецназ Ахмат сдается в плен, типа и они взяли в плен бойца Аида. Вот, к вашему пониманию. Да, мы в курсе, что в начале, когда вы заходили, вы взяли в плен трех бойцов Ахмат Чечня. Мы их видели. Все. Мы это признаем, этих трех бойцов мы видели. Но когда вы говорите, что вы берете активно в плен бойцов спецназа Ахмат, извините меня, у вас нету ни одного бойца спецназа Ахмат. Как он объяснил противоречию, что с одной стороны он рассказывал, что в плен никто не попал, а потом рассказывал, что попал. Объяснил он его просто потрясающе. Послушайте, чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. Я вам скажу так. Для чеченца нету ничего позорнее, чем попасть в плен. Удобно, правда? Если кто-то попадает в плен, то он уже и не кадыровец. Вот именно поэтому, видимо, Ахмат не несет никаких потерь. Аптел Удинов в итоге один из самых лживых людей, которых я вообще видел в российской медийке. Если остальные врут по 95% времени, он врет 99,9%. Единственное, возможно, раз, когда он не соврал, это когда он признал часть пленных. И то, я думаю, он признал их малую часть. Как вывод, Ахмат, Чечня, вот этот настоящий Ахмат, которым и руководил Аптел Удинов на границе Белгородской и Курской области, это настоящие трусы. Они могут стрелять по кустам, таких видео довольно много. Они могут запугивать срочников, насиловать срочников, издеваться над ними. Они могут брать военкоров, которые про них плохо говорят, заставлять извиняться на камеру. Брать в плен срочников, которые про них плохо говорят. Знаете, чего они не могут? Они не могут сражаться. Они слишком пугливы для этого. И как и у Кадырова с его Ахматом, так и у Путина с его армией. В принципе, когда они напарываются на врага, которого не впечатляют, их рассказы о том, какие они крутые, как правило, они получают люлей. Что и сейчас получает российская армия в Курской области, в Харьковской области в 2022. И в принципе, за эти два с половиной года российская армия не может достичь не то, что тех целей, которые ставила изначально, например, захват Киева, но захват Донецкой области. Им светит, если темп не поменяется, года это через два. Хотя темп уже поменялся. И Украина захватила во время наступления в Курской области примерно тысячу квадратных километров. Это в два раза больше, чем Россия захватила за год. Но, возвращаясь к Кадыровцам и Аптиалу Динову, действительно есть интернациональное подразделение, в том числе Аид, которое никакого отношения к Ахмату не имеет. И к Кадырову никакого отношения не имеет. Там просто рандомные добровольцы, воины, ЧВКшники и прочее, которые просто налепили на себя бренд Ахмат. Они не носят патч Ахмат, они не носят изображения Ахмата Кадырова. Они просто, что называется, их, ну как это, знаете, как какая-нибудь крупная компания налепит свой лейбл на гоночный болид или на футбольного игрока. А значит ли это, что он принадлежит или является частью этой компании? Нет. Он просто рекламная площадь. И этот Аид тоже является рекламной площадью, причем которая на самом деле довольно уморительная, потому что ЧВК Вагнер тоже долгое время делали вид, что они невероятно крутые. Оказалось, что это самое ущербное подразделение российской армии, что они понесли больше всех потерь, что у них самое ужасное соотношение раненых к убитым, и что когда убили их командира, когда убили их Пригожина, когда убили Уткина, они просто проглотили это, ничего не сказав и не сделав. Хотите, чтобы аидовцы выглядели униженными, но те из них, что были у ЧВК, спросите у них, что случилось с Евгением Пригожиным, они ничего вам не ответят. И сейчас они продались Кадыровцам, просто выступают под их брендом, хотя во времена Пригожина, когда он еще был жив, чувака не очень ладили с Кадыровскими, а Кадыровские очень активно, что называется, принижали ЧВКшников. Тогда они еще огрызались, тогда они говорили Кадыровцам, что мы прольем вашу кровь, если вы не заткнетесь. Кадыровцы затыкались, но сейчас эти ЧВКшники прислуживают Кадыровцам на своих стертых коленках. Поэтому, когда вы следите за этой войной, аккуратней с мифами, потому что вдруг вы послушаете Абтялу Динова, подумаете, что суд же не захвачено, а она уже под украинским флагом. Вдруг вы послушаете каких-нибудь вагнеровцев, подумаете, что это действительно фиктивное подразделение, а это просто люди, которые воруют чужие кадры и в случае чего засовывают язык в задницу, и оттуда его уже не высовывают. Ну и, конечно, Ахмат, это просто позорище. Это не боевое подразделение, это люди, которые кошмарят срочников. За срочников, что называется, чуть обидно, потому что срочники все-таки чуть отличаются от контрактников, хотя, опять же, у каждого срочника есть выбор. Каждый срочник может дезертировать, каждый срочник может не пойти в армию, каждый срочник может сдаться в плен и так далее и тому подобное, и вы должны так делать. Я надеюсь, что после случившегося в Курской области люди уже поймут, что срочная служба в российской армии настолько же опасна, если не опаснее, чем служба по контракту, потому что тем более по мобилизации. Но, собственно, кадыровцы, они скорее играют на руку, на руку Украине, ну, потому что кадыровцы, к ним презрение, реального презрения со стороны военных гораздо больше, чем к ВСУ. Я бы даже сказал, на порядок больше, потому что кадыровцы – это трусливые бандиты, которые ничего не могут, кроме того, чтобы пафстно надувать щеки, когда перед ними те, кто не может дать им сдачи. И они бегут быстрее всех, когда идут те, кто может им навалять. Правда, иногда и бег не спасает, и их берут в плен. Ну, а с вами был Майкл Найки. Извините, не мог сдержаться, но, то есть, типа, уже я все, Аптиал Угинов меня достал, я захотелось рассказать про этого персонажа и про Ахмат в целом.